Всем привет! Сегодня 6 мая, с вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. И вот так как нам нынче посчастливилось, выдалась вот такая теплая, продолжительная теплая погода, я рискнула и высадила свои томаты неприхотливые сибирские в открытый грунт, не как обычно в средине мая, а в начале мая. Потому что у нас скопилось очень много другой работы, и я боюсь, что если я буду ждать, отложу все на вторую половину мая, я ничего не успею. Сейчас будем разбирать тему полива очень подробно, очень тщательно, потому что это очень важная тема. Я уже в прошлом году говорила, что у нас не всегда условия позволяют поливать теплой водой. Буду говорить как надо, буду говорить какие варианты возможно, и конечно скажу, как делаю я. Все, наверное, читали, все где-то слышали в видеороликах советы, рекомендации специалистов, что поливать нужно теплой водой томаты. Ну, впрочем, так же, как перцы, баклажаны, огурцы. Только нигде не сказано, где набирать столько теплой воды. Вот я сейчас, например, нынче высажу 2000 кустов. Сразу, чтобы отпали все вопросы, до сих пор кто-то спрашивает, куда вы продаете томаты или что. Сразу говорю, я делаю семена и все эти томаты и для употребления в пищу, и для семян, для всего. И вот, я высажу эти 2000 томатов, ну и там штук 100, наверное, перцев, баклажанов, огурцов общей сложности. Вы понимаете, для того, чтобы их все полить теплой водой, ее просто нет. И я уже практикую много-много лет полив томатов с нарушением правил, вопреки рекомендациям специалиста, холодной водой, водой не просто холодной, водой ледяной, которая идет из-под земли, из-под земной скважины, на глубине, не знаю, примерно, наверное, 15 метров. Ну, там, где залегание вот этих водные пласты-то, ну, очень холодная вода. Единственное ее плюс, что она природная, натуральная, что там нет хлора, нет никаких химических добавок. Ну, хорошая, мы ее даже пьем без фильтра, но она ледяная. И, как вы понимаете, самое страшное, вот что я вам объясню, нельзя сделать так, что сначала высадить и начать поливать теплой водой, как бы жалея их. А потом, когда будет много вот этих посадок, и когда на всех не будет теплой воды хватать, тогда сказать, ну, ладно, начну холодной. Вот этот перепад, то есть приучили к одному, потом сразу раз, резко обрезали и начали холодной водой. Они могут у вас закапризничать, заболеть, так делать не надо. Я всегда делаю так. Раз уж им суждено холодной водой, их буду я поливать всю жизнь, я начинаю сразу. Вот вчера я их высадила, вчера я их даже не поливала, видите, они сухие. Я высаживала на сухую, чтобы больше-больше-больше насадить. И сказала вам, что раз у меня там стаканчик влажный, полив не обязательно, они до следующего дня доживут. И вот сегодня я их буду сейчас поливать. Это будет первый полив. И единственный на этой неделе, потому что я сделала специально большие вот эти лунки. Я вчера обо всем этом говорила. Сейчас прям налью полностью, вот из шланга по полной лунке. Там ходит, наверное, около ведра. Она впитается, еще добавлю. И все. Я их не буду первое время поливать, пока они будут укореняться. Им будет сверху солнышко. Грунт влажный, идеальные для них условия. Но поливать придется сразу холодной водой. Потому что сейчас мне теплую воду вообще негде даже взять. Мы только вчера водопровод подключили. Но водопровод это вот с этой, со скважины на летнюю воду сюда. И буду поливать из шланга. Я сейчас покажу, как поливаю, какое количество воды наливаю. Но и самое главное, что я хотела донести. Вот у нас эти сибирские сорта, я уже много-много лет их выращиваю. Поливаю постоянно холодной водой в нарушение правил. Прекрасно они себя чувствуют. Они привыкают, они закаляются. Они и так закаленные. И эта холодная вода им, знаете, каплей больше, каплей меньше. Они ко всему уже привыкшие. Самое главное, не надо вот этого вот, ну что я говорила. Сначала тепло, потом холодно. Если уж с первого дня приучаете их к холодной, сразу поливаю холодной водой. И всю жизнь, до самого конца они будут холодной. Я делаю еще хуже. Но я вынуждена. С шлангом ходить по рядам летом уже невозможно. Я не могу одна обслужить такую ораву. Я просто ставлю автоматическую брызгалку посреди этого томатного поля. Включаю и поливаю по головам, что томаты вообще не любят, ненавидят. Они любят, чтобы было сухо и ветерок, а поливать под корень. Но мне приходится так делать, иначе столько их я не выращу. И к этому они привыкают, если сразу. Например, вот сейчас они повзрослеют, они начнут свисти. Некоторые говорят, что а как вода, тогда не будет завязи, что слепается эта пыльца. Ничего там не слепается, он цветок довольно-таки закрыт. Вода же сверху идет, а цветок, он как у него мордочка опущена вниз. Все это уже проверено. На завязь это никак не отражается. Так что вот что я хочу вам сказать. Если у вас нет условий, вот если обстоятельства не позволяют вам выполнять все рекомендации, вот эти все правила, которые писаны и не писаны, вот эти огородные законы, вообще я считаю, что в огороде закон не писан, каждый сам устанавливает свои правила, свои законы. Если обстоятельства такие, что вы не можете выполнить, делайте так, как вам удобно. Вы все равно найдете свой способ хороший, какой-то свой метод. Можно и холодной водой поливать. В прошлом году многие согласились, что нет столько теплой воды, ну где ее взять? Можно и холодной водой поливать, и сверху поливать. Но только вы знайте, что это идет в разрез желания нашим томатам. Но они вынуждены, они может быть даже скрипя зубами терпят, ну куда им деваться. Но потом они ко всему привыкают, лучшей жизни они здесь у меня в сибирском регионе не видят. У нас и прохладненько бывает, и вода холодная. Но на то они и сибиряки. Сейчас я включу воду, полью. Все они выносят. Я сначала наливаю понемножку, вот она сейчас, ну чтобы не разрушить сильно луночку. Она сейчас впитает земля один раз, потом я пойду по второму кругу. И тогда уже полную-полную лунку налью. Вот сейчас на листья нежелательно, чтобы вода попадала. Могут солнечные ожоги быть, потому что сильно жарко, очень сильно жарко. Второй раз наливаю прям до отвала. Ну тут точно, наверное, больше пол ведра, около ведра войдет. Конечно, я приготовила и дуги, и ткань на крайний случай, на случай похолодания. Вдруг, если будут какие-то заморозки, я их, конечно, укрою, запакую. Ну, а они к этому времени уже хорошо укоренятся, приживутся. Я думаю, что им не надо никакого укрытия. Вот так я сейчас полью всю грядку. И этого им надолго хватит. Вода даже шланг. Шланг ледяной. Все, до свидания. Теперь вы увидели, как у нас прошло первое закаливание. Вот так вот полностью наливаю. Все, этого хватит на неделю. Будет им солнышко и будет им вода. Но это вынужденная мера. Если вода есть теплая, лучше теплой поливайте. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Это мои экстремальные такие методы выращивания томатов на ранних сроках. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова